Закон притяжения не просто самый могущественный из закона Вселенной. Вы должны понять его, прежде чем сможете оценить все остальное, что мы расскажем вам. Вы должны понять его, прежде чем увидите смысл в своей жизни или в чем-то, что вы наблюдаете в жизни окружающих. В вашей собственной жизни и в жизни других людей все подчинено закону притяжения. Он – основа всего, что вы видите воплощенным, основа всего, что появляется рядом с вами. Определение законов Вселенной Три вечных закона Вселенной. Мы хотим помочь вам понять их точно, чтобы вы могли сознательно, эффективно и удовлетворительно применять их в физических проявлениях вашей жизни. Закон притяжения – первый из законов, который мы вам предложим, потому что пока вы его не понимаете и не умеете эффективно применять, нельзя использовать ни второй закон науку сознательного творения, ни третий искусства разрешения. Сначала придется понять и научиться эффективно применять первый закон, чтобы понять и использовать второй. И уже после этого вы сможете понять и использовать третий закон. Первый закон, закон притяжения, гласит «Притягивается то, что похоже». Эта фраза может показаться простой, но она описывает самый могущественный закон Вселенной. Закон, который воздействует на все и всегда. Не существует ничего не подвластного этому закону. Второй закон, наука сознательного творения, гласит «То, о чем я думаю, во что верю, чего ожидаю, существует». Короче говоря, вы получаете именно то, о чем думаете, хотите вы этого или нет. Намеренное применение мыслей – вот в чем суть науки сознательного творения. Потому что если вы не понимаете эти законы и не используете их сознательно, вы творите, как получится. Третий закон искусства разрешения таков. «Я есть то, что я есть, и я готов позволить другим быть тем, что они есть». Когда вы готовы разрешить другим быть такими, какие они есть, даже если они вам этого не позволяют, вы становитесь разрешающим. Но вы вряд ли достигнете этой стадии, если сначала не поймете, как получаете то, что вы получаете. Только когда вы постигнете, что ни один человек не может стать частью вашего жизненного опыта, если вы не пригласите его посредством собственных мыслей или своего внимания, что обстоятельства не станут частью вашей жизни, если вы не притянете их к себе мысленно или наблюдая за ними, только тогда вы станете разрешающим, которым и хотели быть, когда пришли в это проявление жизни. Понимание могущественных законов Вселенной и их намеренное применение даст вам полную радость и свободу создания собственной жизни, точно такой, какой вы желаете ее видеть. Когда вы осознаете, что собственными мыслями приглашаете войти в свою жизнь людей, обстоятельства и события, то начнете жить именно так, как собирались, когда приняли решение прийти в это физическое тело. Поэтому понимание могущественного закона притяжения в сочетании с намерением осознанного творения собственного жизненного опыта в конце концов приведет к несравнимой свободе, которую может дать только полное понимание и практическое применение искусства разрешения. Часть 2. Закон притяжения Закон притяжения не просто самый могущественный из закона Вселенной. Вы должны понять его, прежде чем сможете оценить все остальное, что мы расскажем вам. Вы должны понять его, прежде чем увидите смысл в своей жизни или в чем-то, что вы наблюдаете в жизни окружающих. В вашей собственной жизни и в жизни других людей все подчинено Закону притяжения. Он – основа всего, что вы видите воплощенным, основа всего, что появляется рядом с вами. Осознание Закона притяжения и понимание принципов его работы необходимо для того, чтобы жизнь не была бессмысленной. И тем более оно необходимо для того, чтобы жить той радостной жизнью, ради которой вы сюда пришли. Закон притяжения гласит «Притягивается то, что похоже». Когда вы говорите «рыбак рыбака видит издалека», то имейте в виду Закон притяжения. Вы сталкивались с доказательствами этого, когда просыпались в плохом настроении, а потом весь день все становилось только хуже и хуже, и в конце дня вы думали «мне вообще не стоило сегодня вставать». Закон притяжения действует и в вашем обществе, когда вы видите, что тот, кто больше всего говорит о болезнях, болен, тот, кто больше всего говорит о богатстве, процветает. Закон притяжения очевиден, когда вы настраиваете радио на частоту 630 АМ и ожидаете получить передачу на частоте 630 АМ, потому что понимаете, что сигналы, передающие вышки и вашего приемника, должны совпадать. Когда вы начинаете вспоминать могущественный закон притяжения, доказательства его действия становятся для вас очевидными, потому что вы начинаете замечать точное соответствие того, о чем вы думаете и того, что с вами реально случается. Ничто не появляется в жизни просто так. Вы притягиваете все это, без исключений. Поскольку закон притяжения постоянно реагирует на ваши мысли, правильно будет сказать, что вы создаете собственную реальность. Все, что вы ощущаете, притягивается к вам, потому что закон притяжения реагирует на мысли, которые вы предлагаете. Вы можете вспоминать эпизоды прошлого, наблюдать за чем-то в настоящем или воображать будущее. Мысль, на которой вы сфокусированы непосредственно в данный момент, активирует в вас вибрацию, на которую сейчас же реагирует закон притяжения. Часто, когда с людьми происходит что-то нежелательное, они говорят, что уверены, будто сами не создавали ничего подобного. Мы бы не сделали с собой ничего настолько неприятного, утверждают они. Конечно, мы понимаем, что вы не создали себе неприятного опыта намеренно, но должны объяснить, что только вы могли создать его, потому что никто другой не обладает способностью притягивать что-либо к вам. Фокусируясь на чем-то нежелательном или на его сущности, вы создаете его по умолчанию. Поскольку вы не понимаете законов Вселенной, другими словами, правил игры, вы призываете в свою жизнь нежелательные явления посредством своего внимания к ним. Чтобы лучше понять закон притяжения, представьте себя магнитом, который притягивает к вам суть того, что вы думаете и чувствуете. Так, если вы чувствуете полноту, то не сможете привлечь худобу. Если вы чувствуете бедность, то не сможете привлечь богатство и так далее. Это противоречит закону. Думать значит притягивать. Чем лучше вы начинаете понимать силу закона притяжения, тем больше вы будете заинтересованы в том, чтобы сознательно контролировать свои мысли, потому что вы получаете то, о чем думаете, хотите того или нет. Все, о чем вы думаете, без исключения, вы начинаете притягивать в свою жизнь. Когда вы слегка задумываетесь над тем, чего вы хотите, по закону притяжения мысль становится все больше и больше, все сильнее и сильнее. Когда вы думаете о чем-то, чего не хотите, закон притяжения питается и этим, и эта мысль тоже растет. Таким образом, чем больше становится мысль, тем больше энергии она содержит, и тем более вероятно, что она воплотится в вашей жизни. Когда вы видите что-то, что хотели бы исправить, и говорите «Да, я этого хочу», своим вниманием вы приглашаете это в свою жизнь. Однако, когда вы видите нечто, чего не хотите в своей жизни, и кричите «Нет-нет, я не хочу этого», вы и это притягиваете в жизнь своим вниманием. В этой, основанной на притяжении Вселенной, исключений нет. Ваше внимание к чему-либо включает это что-то в ваши вибрации. Если вы задержите на этом предмете внимание или сознание надолго, закон притяжения привлечет это к вам, потому что «Нет» не существует. Короче говоря, когда вы смотрите на что-то и кричите «Нет, я не хочу этого, убирайся», на самом деле вы призываете это к себе. В этой, основанной на притяжении Вселенной, «Нет» не существует. Ваше внимание к чему-либо говорит «Да, приди ко мне то, чего я не хочу». К счастью, в физической реальности пространство времени явления не проявляются в жизни мгновенно. Существует такая замечательная вещь, как буфер времени, между тем, когда вы начинаете о чем-то думать, и моментом его появления. Этот буфер времени дает вам возможность перенаправить внимание преимущественно в сторону того, чего вы действительно хотели бы видеть в своей жизни. Задолго до того, как явление воплотится, на самом деле в тот момент, когда вы впервые об этом подумали, вы по собственным ощущениям можете понять, хотите ли вы, чтобы оно воплотилось или нет. Если вы продолжаете уделять этому внимание, неважно, хотите ли вы его в итоге или нет, оно появится в вашей жизни. Эти законы, даже если не понимать их действия, влияют на жизнь, несмотря на ваше невежество. Вы можете не осознавать, что знакомы с законом притяжения, но его эффекты проявляются во всех сферах вашей жизни. Когда вы задумаетесь над тем, что сейчас читаете, и станете замечать связь между тем, что вы говорите и думаете, и тем, что получаете, то начнете понимать могущество закона притяжения. Сознательно контролируя свои мысли и фокусируясь на вещах, которые вы хотите привлечь в свою жизнь, вы начнете во всех сферах получать желаемый результат. Ваш физический мир огромен и разнообразен, полон удивительных событий и ситуаций, некоторые из которых вам нравятся, и вы хотели бы их пережить, а некоторые нет, и вы не хотели бы их пережить. Когда вы пришли в это физическое тело, вы не собирались требовать, чтобы мир изменялся в соответствии с вашим мнением о том, как все должно быть устроено, уничтожая то, что вам не нравится, и добавляя то, что нравится. Вы здесь, чтобы создавать вокруг себя мир, какой вы захотите, позволяя существовать и такому миру, каким хотят видеть его другие. И хотя их выбор ни в коей мере не препятствует вашему, то, что они выбирают, привлекает ваши вибрации, а следовательно и вашу точку притяжения. Закон притяжения Мысли обладают магнетической силой Закон притяжения и его магнетическая энергия простираются во Вселенную и привлекают другие мысли, которые вибрационно ему подобны. И вот что для вас из этого следует. Ваше внимание к различным темам, активация мыслей и реакция на них законы притяжения отвечают за каждого человека, каждое событие, каждое обстоятельство, которое встречается в вашей жизни. Все это приходит в вашу жизнь через некий магнетический канал, потому что вибрационно соответствует вашим мыслям. Вы получаете суть того, о чем думаете, неважно, хотите вы это получить или нет. Сначала это может беспокоить вас, но со временем мы надеемся, что вы сможете оценить справедливость, неизменность и универсальность могущественного закона притяжения. Когда вы поймете этот закон и начнете обращать внимание на то, куда направляете ваше внимание, то вновь будете контролировать собственную жизнь. А этот контроль, в свою очередь, напомнит вам, что нет ничего, чего бы вы желали и не смогли достичь. Нет ничего, чего бы вы не желали и не смогли бы от этого избавиться. Понимание закона притяжения и умение видеть полное соответствие между вашими мыслями и чувствами и тем, что воплощается в вашем жизненном опыте, заставят вас внимательнее относиться к стимуляции своих мыслей. Вы начнете понимать, что ваши мысли могут стимулировать что-то, что вы прочитали или увидели по телевизору, слышали или наблюдали на чужом примере. Когда вы сами будете видеть воздействие закона притяжения на мысли, которые сначала мимолетны, а потом становятся больше и сильнее от вашего внимания, то ощутите внутреннюю потребность направлять свои мысли в большей степени на явления, которые хотите пережить. Потому что о чем бы вы ни думали и каков бы ни был источник возникновения этой мысли, когда вы ее думаете, закон притяжения вступает в действие и начинает предлагать вам другие мысли, разговоры и ситуации, имеющие сходную природу. Вспоминаете ли вы прошлое? Наблюдаете за настоящим, воображаете будущее, вы делаете это сейчас. И на чем бы вы ни фокусировались, активируется вибрация, на которую реагирует закон притяжения. Сначала вы можете обдумывать некую тему про себя, но если делать это достаточно долго, вы станете замечать, что люди начинают обсуждать ее с вами, поскольку закон притяжения находит людей с такой же вибрацией и притягивает их к вам. Чем дольше вы на чем-то фокусируетесь, тем мощнее это становится. И чем сильнее точка вашего притяжения, тем больше доказательств этого появляется в вашей жизни. Неважно, фокусируетесь вы на том, чего хотите или чего не хотите, воплощение ваших мыслей постоянно притягивается к вам. Внутренняя сущность общается через эмоции. Вы намного больше, чем кажется при взгляде на физическое тело. Конечно, вы действительно чудесный физический творец, но одновременно вы существуете в другом измерении. Существует часть вас, не физическая часть, которую мы называем внутренней сущностью. И существует она прямо сейчас, пока вы находитесь в физическом теле. Ваши эмоции – физическое обозначение связи с внутренней сущностью. Другими словами, вы фокусируетесь на теме, у вас появляется собственная перспектива и взгляды на нее. Ваша внутренняя сущность тоже сфокусирована на ней и тоже обладает собственной перспективой и мнением. Эмоции, которые вы чувствуете, указывают вам на совпадение или несовпадение мнений. Например, что-нибудь случилось, а ваше текущее мнение о себе гласит, что вы должны были справиться лучше или что вы недостаточно умны или чего-то недостойны. Поскольку текущее мнение внутренней сущности – это то, что вы все делаете отлично, то, что вы умны и неизменно достойны, мнения на это определенно не совпадают. И несовпадение вы чувствуете в виде негативных эмоций. С другой стороны, когда вы гордитесь собой, любите себя или кого-то другого, ваше текущее мнение значительно ближе к тому, что сейчас испытывает ваша внутренняя сущность. И в этом случае вы будете испытывать позитивные эмоции гордости, любви и одобрения. Ваша внутренняя сущность или источник энергии всегда предлагает перспективу, которая будет наиболее вам полезна, и когда ваша перспектива совпадает с ней, то происходит позитивное притяжение. Другими словами, чем лучше ваше чувство, тем лучше точка притяжения и тем лучше становится ваша жизнь. За это чудесное руководство, которое доступно вам постоянно, отвечают взаимные вибрации вашей перспективы и перспективы вашей внутренней сущности. Поскольку закон притяжения всегда реагирует и следует той вибрации, которую вы предоставляете, необычайно полезно будет понимать, что ваши эмоции дают вам понять, когда вы создаете то, чего вы хотите или то, чего не хотите. Часто, когда наши физические друзья узнают о могущественном законе притяжения и начинают понимать, что притягивают к себе вещи с помощью того, о чем думают, они пытаются отслеживать каждую мысль, часто тщательно охраняют их. Но отслеживать мысли задача непростая, потому что вы можете думать о многих вещах одновременно, а закон притяжения постоянно увеличивает их число. Вместо того, чтобы пытаться отслеживать свои мысли, мы предлагаем вам просто обращать внимание на то, что вы чувствуете. Потому что, если вы выберете мысль, которая не находится в гармонии с тем, как видит это более обширное, древнее, мудрое, любящая часть вас, внутренняя сущность, вы почувствуете несогласие и сможете легко перенаправить свою мысль на то, что ощущаете как лучшее, а значит, больше вам подходит. Когда вы принимали решение прийти в физическое тело, то знали, что получите доступ к этой великолепной системе эмоционального руководства. Знали, что благодаря замечательным постоянно присутствующим эмоциям вы сможете понять, отступаете вы от своих глобальных знаний или следуете им. Когда вы думаете в направлении чего-либо, чего хотите, то испытываете позитивные эмоции. Когда вы направляете мысль на то, чего не хотите, то испытываете негативные эмоции. Таким образом, просто уделяя внимание тому, что вы чувствуете, вы постоянно будете знать направление, откуда ваша могущественная магнетическая сущность притягивает объект любых ваших мыслей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok